здравствуйте друзья с вами кузнецов дмитрий центр юридической защиты компания ли сработала переадресация и мы как водится уже имени клиента пытались поговорить секвой кредит консолидейшн да и взываем изо всех сил благоразумию объективные вопросы задаем им и декламируем свою законопослушность но в то же время пытаемся и их поставить на место и почему же так вот у них голове все устроено раз они вот решили в этом кресле взгромоздившись или где не там на табуретке сидят что все вокруг должны только их слова принимать на веру и ни в коем случае даже не задумываться о том что человек прав раз у него какие-то отношения а мы такие вот представители кредитора вот набор важных слов заучили и блин до такой степени верят в эту всю чепуху давайте послушаем вместе посмеемся в конце ролика будет опросник как всегда пожалуйста дослушайте ролик интересный а вот алло а у секвой кредит консолидейшн геннадьевич это вы да вы кто мы коллекторское агентство а у секвой кредит консолидейшн мы звоним по поручению вашего кредитора фоксмс финанс разговор наш записывается зовут меня катан юлия владимировна объясните по каким причинам не выполняете свои финансовые обязательства почему я вам должен объяснить потому что мы официальные представители вашего кредитора которого вы долгое время скрываетесь не выполняете свои финансовые обязательства не передано коллекторское агентство вот и да ладно я вчера с сотрудником банка разговаривал не разбирайтесь с вами разговаривали ваш людей передано нам так вы там разберитесь а мне ну это голос ваш это голос ваш а мне как вы сможете доказать что мое досье как вы его назвали прям как гестапо доказывать будете вы в суде когда приставы наложите арест на его что я должен буду доказывать а сейчас в это время добровольно решить свои проблемы цель информационной безопасности дата рождения слушайте я вообще обескуражен вашей наглостью напором и безответственностью а вы как не сильно задумывались над тем что вы делаете мы нормально себя чувствуем я понимаю что вы чувствуете себя абсолютно нормально это говорит в очередной раз говорите со мной параллель вы слышали 230 федеральный закон о чем гласит вы хорошо информацию воспринимаете я очень хорошо я пытаюсь ее сопоставлять законом да ну давайте вот понимаете я вас совершенно вежливо выслушиваю а вы когда слышите компетентное заявление пытаетесь меня перебить вы боитесь я хотел вам про 230 федеральный закон в части статьи 9 рассказать и что там написано по вашему в статье 9 что написано нет вы мне ответьте вы сейчас сказали что вы знаете кому я должна отвечать для начала подтвердите свою личность дату рождения вот вы не задумывались что вы должны подтвердить свою принадлежность к банку либо кредитору моему почему не надо не должны так вы должны мне доказать что это произошло действительно а не то что вы придумали чего взяли что я беспокоюсь статус должника человеку может присвоить только судья слышали об этом принудительные меры в отношении вас конечно слышали ну а что тогда вы судья что ли или что если вы хотя бы маломальски разбирались так я пытаюсь вам доказать что я не маломальски разбираюсь разбираюсь очень хорошо а что же вы нарушаете если так хорошо так нет давайте с вами разберемся с самого начала законны ли ваши действия вторжение в личное пространство в том числе под девизом что я не личное пространство у меня есть имя агентского договора вот по 1001 статье еще скажите да спрятались от своих обязательств долгое количество времени прятались от своих обязательств тысяча первая статья слышали дайте мне сказать вам очень полезно будет услышать в тысячи первой статьи чего рассказывается да что вы перебиваете что за хамство вы можете дату рождения назвать продолжится нет не буду я кому попало называть дату рождения. Если вы это называете диалогом, то вы... Да, друзья, у меня есть эксклюзивное право, как владельца канала, зная, что коллекторы пасутся на нашем канале, ну вот хоть меня и перебили, не дали договорить, она бросила трубку, разъединилась, да. Я все равно закончу. Если ты считаешь диалогом только тот формат общения, когда ты говоришь, а тебе блеют в ответ, бекают, мекают и признают все свои выдуманные тобой ошибки, то ты не права. Диалог, в том числе конструктивный, подразумевает равное общение сторон. Вот, что я хотел сказать. Также я хочу сказать про статью, ту самую агентский договор. Так вот, на основании этой статьи, уважаемые коллекторы, вы имеете право только лишь сообщить, напомнить, точнее, о имеющемся долге просроченном и сообщить о возможных последствиях, ничего не выдумывая, а вот именно конкретно, что может быть, вдруг так может произойти. Задавать вопросы, что-то там выяснять, это вы уже сами придумали. Это раз. И я согласен, и мои клиенты, в том числе, согласны с вами сотрудничать, если все будет, в первую очередь, вами выполнено по закону. Но вы сами обособленно этого сделать не можете. Это кредитор должен уведомить нашего клиента, то есть клиента своего, а теперь уже клиента, компании Алям, ну или пускай даже не клиента, а человека, в отношении которого происходят взыскательные мероприятия с помощью третьих лиц или даже четвертых или десятых. Так вот, кредитор обязан на основании того самого 230-го федерального закона, закона, именно статьи 9 в 30-дневный срок уведомить, не просто позвонить, а уведомить человека о том, что появились третьи лица, указать все реквизиты, названия организации, той, которая будет представлять интересы кредитора. Как это сделать? Да, конечно же, не голоса, потому что голос идентифицировать невозможно, кто мне звонит, кредитор или дядя Петя с соседнего подъезда. Понимаете, господа коллекторы? Если кто-то слушает и думает, что он на крутой работе работает, так вот, вы, позвонив человеку, у которого нет вот этого уведомления от кредитора на бумаге, полученного либо через курьера, либо через почту России, под подпись, сразу же нарушаете закон. Тем самым, вы себя ставите в статус мошенника, проходимца, неизвестно кого, и тем самым, сразу же заслуживаете ту манеру общения, которую получаете. И действительно, нормальный человек имеет право мошенника оскорблять, обзывать, невзирая на половую принадлежность. Ну, как я буду еще разбирать, женщина мне звонит или мужик, если она хочет просто тупо развести меня на деньги? Да, конечно, она заслуживает всех возможных эпитетов, да, в этом отношении. Ну, не могу же я бабу, которая, во-первых, даже еще не научилась слова в предложение составлять, которая пытается меня научить жизни, заведомо, надеясь, что я отдам какие-то деньги, причем это делает она, не имея никаких законных оснований, я должен там игорьику дмуазель, фрау, мисс и так далее, простите, извините, дайте я вам раскланюсь и платочек подыму, который вы уронили, нет, она заслуживает то, что заслуживает бабища с подвала, бомжиха, да, и мы тут давайте не будем лицемерить и действительно, если кто-то по-другому думает, пишите, пожалуйста, я обещаю, что все комментарии будут одобрены, те, которые на эту тему попытаются со мной поспорить, я не претендую на истину, это мое отношение вот к этим вот сволочам и все, потому что столько людей они замучили, довели до самоубийства, до нервных срывов, до нищеты, в конце концов, и я вас, друзья, спрошу, как вы думаете, необходимо ли здесь какая-то вежливость, если вы разговариваете, допустим, с женщиной, с женщиной-коллектором, которая пытается вас обмануть, сама даже пускай не понимая, что она делает, но тем самым подчеркивая свою глупость и ничтожность, вот уместно ли соблюдение каких-то норм этикета, когда кто-то врывается ваше личное пространство. Вот опросник в правом верхнем углу, вот он появляется, пожалуйста, оставьте свое мнение. Ну и еще, что хочу сказать, компания Алиан, те, кто недавно на нашем канале, кто вот только недавно подписался и может быть обескуражен, что и как, вот и веселые ролики, и хамские есть, и ролики непонятные, то есть люди бывают так вот, даже вот я знаю, читаю, пишут, так как, не поймут, неужели вот так может выглядеть юридический канал? Да, может выглядеть, вот, не верите, смотрите, канал одного крупнейшего юридического оператора на территории Российской Федерации. А вот почему к нам люди не боятся идти, потому что мы такие, как вот, стараемся выкладывать всю свою душу, мы не сухие такие, знаете, замкнутые юристы, которые сидят и там что-то делают, а человек, вставая под юридическую защиту во всем этапе наших договорных отношений, сопровождается персональным менеджером, переписка, все, 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 человек никогда не будет в неизвестности. А хотите узнать, как устроена работа кредитных юристов компании Алиам, посмотрите видео на нашем сайте, видеопрезентацию, есть ссылочка в описании ролика, и вот в правом верхнем углу сейчас кликабельная подсказочка выходит, вот она. Пожалуйста, посмотрите, и если вам нужна юридическая защита именно в формате таких вот отношений с кредиторами, с коллекторами, если у вас есть проблемы, то мы вам с удовольствием поможем. Ну, и, конечно же, поделитесь этим роликом, этой ссылочкой, ссылочкой на ролик, в соцсетях, покажите это друзьям, знакомым, подписчикам вашим, если у вас такие есть, распространяйте эту информацию, действительно, как можно больше людей должно знать все это. Ну, и, конечно же, подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Есть внизу под роликом колокольчик, если вы хотите своевременно узнавать о выходе новых роликов, они у нас выходят каждый день, ну, за редким исключением, а то и по нескольку в день. Нажмите на колокольчик, и у вас будет выходить оповещение о наличии нового ролика. Ну, а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании Аля. Всем хорошего, друзья, счастья и здоровья. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok